Добрый день, друзья! С вами Васильев Анатолий. И сегодня я читаю свой очередной рассказ посвящения. Может быть, не совсем в таком привычном антураже для этого дела, но тем не менее, на этом есть определенные причины. И я не думаю, что это так плохо. Мой рассказ сегодня посвящается олимпийскому чемпиону по боксу Александру Поветкину. Пусть победит сильнейший. Когда просматриваешь старые видеозаписи поединков любительского бокса, всегда приятно отметить дружелюбное отношение соперников. Обычно создается такое впечатление, что два приятеля просто хотят поговорить о чем-то серьезном. Но между ними нет и тени агрессии, пренебрежения, неуважения друг к другу, а есть открытый, честный взгляд и касание перчаток, заменяющее крепкое уважение. А рядом всегда опытный рефери с примеряющими все их амбиции фразами. Желаю удачи, и пусть победит сильнейший. В этих фразах есть все самое главное, самое основное, самое нужное, самое важное. В них уважение к каждому бойцу, к его изнурительному труду, делающему его равным своему сопернику, признание его личности и, наконец, уважительное отношение прекрасному и любимому спорту, его величеству боксу, спорту джентльменов. Все переменчиво в этой жизни. Меняются политические режимы и социальные формации, сменяются власти, меняются сами люди, а вот восприятие спортивных страстей никто не отменит при любом изменении в обществе. Мы всегда будем искать возможность сопереживать честному спортивному соперничеству. И именно это соперничество всегда было движущей силой любого спортивного совершенствования. А наше сопереживание болельщиков всегда стимулировало это справедливое и честное действие отражением наших личных сокровенных страстей, нашими овациями, нашими эмоциями, безмерным уважением и признанием тех, кто вводил нас в восторг прекрасными мгновениями спортивного торжества. Я люблю бокс, как старое надежное средство подтверждения силы мускулов, силы духа, силы воли и верных незыблемых традиций. Конечно же новые, не совсем благополучные времена диктуют свои условия создания новых единоборств. Умело модернизируя и смешивая привычные всем стили различные спортивные классики, получая жуткую, гремучую смесь, которая подчас ломает все представления о самой сути спорта, о его гуманности и человечности. Людям требуется зрелище и развлечение. А уж какие люди такие развлечения. Я люблю честный и чистый бокс. Именно за то, что он хоть и совершенствуется технически, психологически, вовлекая в себя новые силы, новые таланты, но всегда остается по своей незыблемой сути тем традиционным, слегка консервативным единоборством, в котором уникальным образом сила мышц и жесткость характеров сочетается с достаточно редким теперь человеческим качеством быть джентльменом. А проще говоря, порядочным человеком, который не будет терять свой моральный облик, даже в самых сложнейших ситуациях, никогда не пойдет на поводу бесчестных и весьма изворотливых промодельцов, желающих любыми путями, любыми способами, подчас грязными спекулятивными методами качнуть весы спортивной справедливости в свою сторону. Меня не радует демонстрация амбиции, перемешанной с наглыми выходками и подчас просто неприкрытое хамство, как атрибутика современного профессионального бокса. Я, конечно, понимаю, что принципы шоу не всегда идут в разрез с клонскими трюками, постановочной скандальностью, напускной вульгарностью и прочими провокационно-шокирующими выходками. Но мне как-то ближе уравновешенное уважение соперников друг к другу, да и ко всем окружающим, пожалуй. Меня всегда больше привлекал профессионализм, доказанный реальным делом в ринге, нежели пустая бравада, которая сама по себе не красит, но и приводит иногда к комическим или, хуже того, драматическим ситуациям. Именно в том месте, где и следует доказывать свою амбициозность и доказывать свое превосходство перед соперниками. Я не люблю тот бокс, который используют как разменную монету в достижении политических дивидендов или удовлетворении чьих-то похотливых желаний, подгонки тщеславных планов, подгрязные амбиции некоторых власть имущих. И вот здесь не важно, кто во всем этом плановик, а кто исполнитель. Все это нарушение исконной спортивной этики, нарушение древних, мудрых и честных традиций, разрушение самого понятия быть джентльменом в ринге. Я люблю смелых людей, выходящих на честный поединок в ринге. Именно они вспенивают спящий адреналин в моих венах, заставляя на минуты хоть немного окунуться в их страсти, хоть мысленно, но пережить вместе с ними столкновение характеров, взрыв эмоций, поединок умов и войну мышц в справедливом боевом соперничестве. И именно в этом великолепном единоборстве имеет особую остроту умнейшая и самая надежная фраза заставляющая ощущать себя бескомпромиссным джентльменом во всем, всегда и везде. Фраза, которая мне теперь все чаще слышится в моих снах, «Пусть победит сильнейший». Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу той ситуации, которая сейчас происходит в боксе. Ну, это как явление, как мировое явление. Именно с поединком Александра Поверкина. Предстоящий. Кто в курсе, тот знает и объяснять, в общем-то, нечего. Ничего хорошего здесь нет, и просто некрасиво это все. Вот поэтому это была моя такая реакция. Хочу пожелать Александру всего наилучшего, большого терпения. Я думаю, что все должно наладиться. С ним рядом находятся люди, которые ему помогают. Серьезные, умные, позитивные, очень мыслящие люди, у которых очень много что могут. Дайте Бог всем вам, ребята, здоровья. Держу за вас кулаки. Спасибо.